Прямо сейчас о происшествиях, которые случились в регионе за минувшие сутки. В Лабытнанге прокуратура привлекла к ответственности коммунальщиков. Управляющая компания подвергла опасности не только имущества жильцов многоквартирника, но и их жизни. Кровлю дома не почистили от снега. В результате глыба упала на припаркованный автомобиль. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Виновные должны выплатить штрафы на 150 тысяч рублей. В Тюменской области 25-летний мужчина признался в давнем преступлении. Речь об убийстве, которое произошло осенью 2015 года. Жертва преступления пропала в ночь на 19 сентября. Мужчину искали более пяти лет, но поиски не давали результатов. Затем оперативники вышли на след предполагаемого убийцы. На допросе он во всем сознался и даже показал место, где спрятал труп. Останки нашли в болоте. Причины убийства нет. Преступник просто решил убить пьяного незнакомца. Забивал ногами и штыковой лопатой. Подозреваемый находится под стражей. Дело оставили, да, прям здесь. Через пару дней хотели ночью пойти спрятать труп. Пришел, когда он находился вот в этом месте. В Тюмени тренер спортцентра обманул своих воспитанников больше, чем на полмиллиона рублей. Мужчина позвал детей в спортивный лагерь, предложил купить путевки. Родители юных спортсменов согласились, что это хорошая идея. Деньги переводили наставнику. Правда, поездка так и не состоялась. На вокзал мужчина не пришел, а на связь так и не вышел. Искали его уже с помощью полиции. Когда нашли, он рассказал, что 600 тысяч рублей просто потерял. Потерпевшими по делу проходит более 20 человек. Тренер уже начал возмущать ущерб пострадавшим. Житель Муравленко отдал мошенникам более 100 тысяч рублей. Мужчина попался на классическую схему. По телефону с ним связался якобы сотрудник службы безопасности банка. Деньги на счету ямальца предложили защитить от мошенников. Мужчина не поверил и бросил трубку. В течение следующих нескольких дней подобные звонки поступали с завидной регулярностью. Ямалец все же пошел навстречу звонившему. Как только деньги он перевел на безопасный счет, связь с банком прервалась. Доверчивый муравленковец потерял 134 тысячи рублей. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала в социальных сетях.